привет приветствую вас на своем канале в этом видео будет продолжение другого видео ссылочку скину вам по моему неудачному тонированию волос как я смывала как я что вот вышло вот такое фон осветления значит буду это все выравнивать красочкой matrix так что кому интересно что получится в итоге оставайтесь со мной и поехали хочу показать еще раз кто не видел тех видео какой у меня фон осветления смотрите я значит определяла определяла все-таки десятка или девятка у меня и не могла забить у меня такие все-таки желтоватые да но и с консультантом из спрос магазина она мне сказала что все-таки ближе к девятке наверно из-за вот этих моих нижних волос лучше взять девяточку ну вот я и взяла девяточку 9 а в это у нас очень светлый блондин пепельно-перламутровый короче значит девятый уровень глубины а вот тут еще есть расширка 9 12 если в цифровом значит а в это там идет фиолетово-пепельный ну серенький а серенький это наверное синенький ну короче этот цвет как все говорят очень хорошо нейтрализует вот эти вот нежелательные оттенки такие желтые такие оранжеватые конечно не слишком темные такие не рыжие это уже ниже надо брать уровни глубины тона значит как я знаю по моим колористическим знаниям небольшим что лучше брать чуть темнее чем светлее потому что если неправильно определить уровень глубины тона то есть грубо говоря если у меня 9 все-таки десятую краску взяла она мощнее не пока не достаточно прокрасить и будут бликовать всякие желтые пряди то есть не очень-то красиво как бы она выровняет да но не на сто процентов как бы хотелось поэтому я решила все-таки взять 9 девяточку ну не знаю потом правда взяла сидела дома очень долго думала точно надо а вдруг слишком темно то что матрикса есть такая тема что он немножко подтемняет волосы потому что он такой достаточно пигментированная красочка хорошая потом думаю может зря я 9 взяла надо было 10 думала-думала потом я думала еще на не было родного оксида к этой краске вообще перед рекомендуется родной но не было в магазине она предлагала другой марки трешку я решила не буду лучше дома у меня полутора процентный отказ у съесть значит потом опять поизучала этот вопрос и эта красочка как я уже там прочитала не работает с маленькими оксидами она 369 где-то это должно быть указано вот поэтому я решила а вдруг на полтора процента не возьмется поэтому пойду опять в тот магазин попробую может все-таки на 9 уровень поменять на 10 на 10 решила я все-таки десятка вы же смотрю на ютубе все основном с моим таким цветом волос даже у некоторых чуть сильнее 10 уровнем глубины тона красть а вы ну короче я пошла они сказали краски и косметика обмена не погибли ну думаю ну ладно значит я решила как за но все равно я купила трех процентный оксид но ты ты константы лайн он скала мягкий хороший родного не скала ничего страшного ну как бы да я тоже как бы желательно родной но я смотрела использовали другие ну как бы сильно ничего плохого не происходит но конечно желательно родную и решила взять троечку потому что начитавший что полтора может не сработать на низком оксиде он и краска работает в трех вот взяла короче оксид красочка 90 грамм что очень радует потому что мне много уходит всегда краски вот соточки это для моих волос то есть грубо говоря тут 90 один к одному тут указано разводится вот один к одному то есть 90 краски 90 оксида так оксида тут у меня 100 ну отмерю на весах чуть-чуть не даю ну значит что я подумала раз все таки на 10 уровень поменяли думаю блин я столько осветляла до очищала чтобы затем не час ну ладно я не расстроилась главное чтобы как я потом посмотрела колористов лучше вот если у меня есть такие желтые 3 9 уровня глубины тона то лучше все таки девятку а то будет бликовать не красиво то есть она все равно немножко со временем подмоется так как я еще еду сейчас через неделю на море солнце соленая вода мне подмоет может быть и лучше немножечко подмоет мне цвет и тогда он станет как раз 10 красивого глубины тона а такси десятка покрашусь она подмоется и к концу моего отпуска уже будет не очень так что принципе я не расстроилась значит как я сделаю я сделаю глубокий корень я вначале эту красочку нанесу на корень подожду 10-15 минут а потом уже на длину чтобы корень немного был темнее чем длина красочку это надо держать минут 25-30 и вот если я подержу корень примерно 10-15 минут но мне остается минут 20 где-то на длину и может быть она тогда слишком и не будет сумму ну вот короче вот так я хочу попробовать сделать посмотрим что с этого получится так что оставайтесь со мной будем замешивать красочку 9 а в ну должна все нейтрализовать так что оставайтесь со мной посмотрим что покрасила я уже и длину значит расскажу как я что делала на корни я 36 грамм краски и 36 оксида перемешала на корешки вот так примерно нанесла по всей голове потом что-то мне показалось так мало краски осталось испугалась взял их немножко водичкой сбрызнула через 15 минут и немножко прочесала ну вот посюда примерно и потом разбавила остальную краску и не очень хорошо всего хватило не значит и вот сейчас я уже на длину на всю сейчас я уже все ну смотрите такие темненькие вот такой цвет приятно какой-то коричневый серо-виолетовый ну и вот сейчас я уже с полной головой я значит корни 15 минут продержал и потом водичка попрызгала расчитала нанесла на всю длину сейчас буду 25 минут сидеть и смывать так что посмотрим помыла я волосы волосы еще в таком влажном виде но я кажется чуть-чуть уже пока одела капельку подсохли ну девчонки смотрите ничего не темный цвет как я думал это еще не влажно я думаю посохнуть смотрите какой цвет ну вроде все круто пока мне нравится смотрите корешки цвет вроде бомба ну ладно не будем раньше времени оценивать блон как мы знаем на мокрые волосы никто не оценивать то совершенно всегда другой цвет но однако точно не темный точно зря я переживала и хорошо что краску не поменяла потому что я думаю там может быть даже слишком светлый 50 уровень так что девчонки сейчас посушу и расскажу свои впечатления ну что у меня прошло тут уже два дня волосиком короче не было у меня времени показать вам результат готовлюсь к морю все бегу бегаю ну смотрите что у нас получилось там они у меня уже немножко помялись от резиночки ну общий вид понять достаточно светлый что для меня большое удивление до перламутровые вот в принципе это перламутровый цвет такой серенкой да как бы желтизну нейтрализовалась желтые серые же оттенки нейтрализовались ну только что хочу сказать краска для таких сухих волос конечно это аммиачно это лучше надо без аммиачно подсушила волосы и так а после блонд мытья не таки довольно таки суховатые то есть подсушили сейчас у меня будет экспресс восстановление ну как восстановление скажем так визуального восстановления чтобы были более-менее такие гладкие блестящие я сниму вам видеоролик насчет того как это как это сделать ну хотя бы что можно было это носить первое время что не не путались такие сухарики мычалки не висели хотя бы примерно визуально это все сгладить конечно на восстановление надо побольше времени это сделать быстро не совсем реально но так в такой более симпатичный вид что можно было ходить по улице не говорили что это одуванчик я вам расскажу свои небольшие секретики я уже наработала свою схему она мне очень нравится вот я сейчас буду ее опять делать потому что подсушились волосы после блонд мытья еще до матрикс вот эта мяч на достаточно так агрессивная красочка знаете что прочитала энебрия очень она на маслах и она очень классные волосы после нее может быть потом когда вот эта тонировочка немного уже будет желтовата я затонирую уже на самом маленьком оксиде полтора процента под какой-нибудь маслянистую красочку чтобы волосы восстановить конечно ну когда у меня тогда я вам рассказывала от поломелирования в принципе тоже ну за недельки может быть две такого тщательного но почти день через день я там и маслами и уходами мазала мазала и волосы стали шок мне кажется даже лучше чем был поэтому все реальных такой более-менее амбит вот такой вот цвет получился мне кажется довольно таки неплохой перламутровый не темный да как я уже испугалась хорошо что не поменяла красочку такой вот красивый но посмотрите корешочки как бы к легенькая легенькая такая небольшая желтизна на корнишочках осталось но я вообще незаметно в общей массе а так даже вот тут вот я от блонд мытья у меня наконец-то хоть нижние волосы посветлели да и как-то с большего цвета выровнялся но хочу еще заметить как говорили что матрикс выравнивает офигенно полотно ну как бы немного под выровняла но хочу сказать что краска формовита мне больше пора она мне вообще идеально у меня такие пятна были после того как я смывку сделала из темного то мне такое это и уже много темного там мне тоже такой непонятный цвет и мне так она круто однотонные волосы сделала у меня тут уже солнышко вот поэтому хочу сказать что в этом плане по выравниванию блонда мне формовита больше понравилось вот я думаю чем лучше или формовиты потом это все под выровнять ну так получше или вот энебрия с маселком тоже вроде бы выравнивает неплохо и волосы питает блон сухой я уже тут некоторые еще средства для экспресс восстановления 3 купила вот попробую сейчас еще один заказик мне надо забрать один сегодня купила еще надо забрать вот это все попробую чтобы вам побольше рассказать средств если вам там такой или такой или такой чтоб не один шампунь один бальзам одна маска так на выбор было вот ну вот смотрите вот такой цвет как бы мне понравилось что не темный что не зря мои посушенные волосы я не зря это все осветляла под выровняла да теперь стало все ровненько нету это внутри желтых волос как-то все сравнялась симпатично стал и цвет реально перламутровый блонд ну и если вам надо вот именно нейтрализовать желтизну вот это а в круто вот круто сработало в плане нейтрализации да какое было желтый цыпленок какой-то перцикл и сейчас только благородный блонд однотонный в этом плане неплохо сработала красочка также девчонки ну вот такие у меня выводы вроде бы и хорошие но есть немножко и свои минусы поэтому думайте сами решайте сами если у вас волосы в хорошем состоянии просто нейтрализовать офигенно красочка помогает но если такие уже подсушенные подубитые наверное лучше что-то другое выбрать в плане того чтобы не пересушить ну а если вы все-таки пересушили они получились такие слишком суховатые то подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить мои следующие видео и если вам не сложно на это видео тоже лайк и я вам расскажу как можно быстро ну так визуально симпатичными волосы сделать блестящими шелковистыми чтобы было с ними приятно ходить и щупать так что девчоночки до следующего видео